Одна из традиций новогодних праздников – дети читают стихи Дедушке Морозу, чтобы получить заветный подарок. Но в творческом проекте Натальи Замариной наоборот – в качестве чтецов выступили главные новогодние персонажи. Он к бровям моим прирос, он залез мне в валенки. Говорят, он Дед Мороз, а шалит, как маленький. Он испортил кран с водой в нашем умывальнике. Говорят, он с бородой, а шалит, как маленький. Он рисует на стекле пальмы, звезды, яльки. Говорят, ему в слове, а шалит, как маленький. Запись очередного сюжета в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходила во время подготовки парада Дедов Морозов. Сергей Сидоренко – постоянный участник праздничного шествия. Однажды было, что мальчик хотел собачку. Я вроде бы в образе Деда Мороза, но смог подойти к родителям, уговорить их. И они купили ему собачку как раз на Новый год. И он это воспринял, как будто он загадал желание Деда Морозу, и оно вдруг исполнилось. А вот Дмитрий Власенко на таком мероприятии впервые. Но признается, быть добрым волшебником ему очень нравится. Совсем маленькие обычно пугаются, постарше радуются, рассказывают стихи, вводят хороводы, радуются подарком. Новый год – это чудесное время, когда самые невероятные мечты сбываются. Сотрудникам историко-культурного центра удалось сказку сделать реальностью. Ведь столько волшебников в их учреждении никогда не было. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова